Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Более двух тысяч участников со всех городов России. Сегодня в Самаре на фестивальной поляне начинается молодежный форум Иволга. В Самарской области появится больше официальных мест для купания. Как к этой инициативе главы региона отнеслись жители. Чемпионат по парашютному спорту Вооруженных сил России сегодня начинается в Самаре. Он будет проходить на Кряжском аэродроме. Среди военных разыграют несколько комплектов наград. Футбольный клуб «Крылья Совета» в преддверии матча с Ростовом запускает акцию для тех, кто впервые оформляет карту болельщика. Баскетбольный клуб «Самара-2» сыграет в Кубке России. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Сегодня Вячеслав Федорищев работал в Ульяновске. По словам губернатора, впереди у двух регионов много совместной работы. И в Самарской, и в Ульяновской областях много производителей беспилотников. Создаются научные центры, которые могут работать только в кооперации. И только вместе они могут создавать по-настоящему качественные изделия, которые будут служить для обороноспособности России. Важные сотрудничества в сферах машиностроения, в том числе по производству автокомпонентов. Ульяновские предприятия поставляют комплектующие для автоваза, ОДК «Кузнецов», авиаагрегат. Есть совместные проекты в сфере туризма. Во второй половине дня глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Его провел помощник президента России Алексей Дюмин. Напомню, указом главы государства Вячеслав Федорищев возглавил комиссию Госсовета по промышленности. Это первое подобное совещание с руководителями комиссии. Алексей Дюмин поставил им основные задачи и обозначил ключевые приоритеты. Завтра с 23 часов в связи с ремонтом теплотрассы введут ограничения движения транспорта в районе перекрестка улицы Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина. В связи с производством работ по ремонту и модернизации движение по улице Антонова-Овсеенко в районе дома 80 по улице Ивана Булкина в направлении движения к улице Авроры будет ограничено до 6 утра 6 августа. В частности, по улице Антонова-Овсеенко на участке от дома Печати до Перекрестка улиц 22-го партиезда и Ставропольской трамваи ходить не будут. Напомню, что в качестве компенсационной меры с пятницы по понедельник будет работать бесплатный автобусный маршрут. С 5.30 до 22.30 бесплатные автобусы проследуют по улице Антонова-Овсеенко от остановки улицы Ивана Булкина до остановки улицы Ставропольская на улице 22-го партиезда. Интервал движения составит от 5 до 12 минут. С 23 часов 25 июля до 5 утра 30 июля движение городского электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок трамваями организуют по скорректированной схеме. С ней можно ознакомиться на сайте администрации и в социальных сетях. В Самарской области появится больше официальных мест для купания. Несанкционированные пляжи, там где это возможно, оборудуют по стандарту и сделают их безопасными для отдыхающих. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев. Как жители областной столицы относятся к таким изменениям, узнали наши корреспонденты. Тем больше будет пляжев у нас в городе, тем лучше, конечно. Конечно, хорошо купаться на обустроенных пляжах, с детьми переходить. Нам и понравилось. Хорошие идеи поддерживаю. Все-таки Самара – это такой туристический город, и бывает, что здесь яблоко упасть негде, когда жара. Поэтому я думаю, что количество пляжей можно осваивать. Тем более, если людям нравится, значит, надо для них стараться делать пляжи. Если еще то быть в разных концах города, потому что, допустим, добираться иногда трудно. Чем больше пляжей, тем лучше, чтобы безопасно было все у нас. Я к этому очень положительно отношусь. Я за благоустройство нашего города, потому что я настоящий самый патриот. Я очень люблю Самару. Это очень хорошая задача – благородить пляжи для самарцев. Ну, отлично. Чем больше пляжей, тем лучше, там будет хорошо для людей отдыхать. Тем временем 296 происшествий зарегистрировали на водоемах страны за прошедшую неделю. 239 человек погибли, 79 спасены. С начала лета в среднем ежедневно на акваториях гибнет около 30 человек. Об этом рассказали в МЧС России. В Самарской области за неделю зафиксировали 8 происшествий на воде. В них 6 человек погибли и спасли тоже шестерых. С начала года погибло уже 33 человека, и это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в этом году среди погибших нет детей. Об основных причинах гибели отдыхающих на водоемах рассказали в центре ГИМС. Основная причина – это как раз отдых в необоруденных местах, то есть там, где нет официального пляжа. И пренебрежение самыми простыми правилами плавания. Это нахождение в алкогольном состоянии около водного объекта, на водных объектах. Это резкое погружение в воду. То есть на необоруденных местах мы не знаем, что находится под водой. И зачастую инородные предметы, которые скрывает водная гладь, приводят к травмам несовместимой жизни. И резкий перепад температуры. Когда мы находимся в воздухе, где 40 градусов, вода у нас 20, прогреваемся. Если мы резко погружаемся в воду, возможно остановка сердца. В Самаре на фестивальной поляне начался молодежный форум «Иволга». Он проходит в 12-й раз. Гостей форума ждут образовательные сессии, разработка проектов и молодежных инициатив, грантовые конкурсы, встречи с интересными спикерами и экспертами, спорт и творчество. На поляне работает наша съемочная группа. Александр Бабенко в форуме участвует не первый год. С этим годом связывает большие надежды. Для меня форум «Иволга» – это возможности найти своих единомышленников, с которыми вы в будущем будете работать. Например, я так нашел прекрасного человека, это Сурдзина Екатерина, которая стала моим наставником после «Иволги». Вместе с ней мы создавали грант на этот же форум. Вместе с ней мы подавали заявку на большую перемену. И вместе с ней мы сейчас очень дружны и очень много вместе работаем. Наталья Кудрявцева на «Иволгу» мечтала попасть несколько лет. В прошлом году это почти случилось, ее внесли в резерв. И вот, наконец, мечта сбылась. Очень интересно. Пока в предвкушении каких-то интересных дел, идей, ожидаю новых идей для вдохновения. Я работаю в школе, поэтому мне это очень важно и очень нужно. Каждый год форум меняется, собирая в себя лучший опыт прошедших лет. В 2024 году он объединился с движением первых, чтобы расширить возрастные границы и сделать «Иволгу» еще масштабнее. Ребята в течение 10 дней будут проходить образовательную, культурно-досуговую программу, участвовать в экскурсионной программе. Но главная интрига впереди. У каждого из присутствующих на форуме есть возможность выиграть грантовые средства на поддержку своей идеи в размере до миллиона рублей. А у самарских форумчан есть еще и дополнительный грантовый фонд, который создал глава региона Вячеслав Федорищев. Виктория Шарая, Августина Охременко, Константин Головин. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. Главой региона Вячеславом Федорищевым в качестве кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации предложены Дмитрий Азаров, Марина Седухина и Андрей Трифонов. Об этом 24 июля сообщили в избиркоме Самарской области. Сегодня утром в Самаре не было напряжения в трамвайные контактные сети по улице Советской, от улицы Победы, по улице Ташкентской до улицы Старозагора в оба направления. Простаивали трамваи маршрутов номер 21, 22, 24, 24К и 25. Велись ремонтные работы. Около 9 часов утра движение было восстановлено. В Красноглинском районе Самары с 24 июля по 1 августа ввели запрет на розничную торговлю алкоголем. Это связано с проведением форума Иволга. Соответствующие документы опубликовали на сайте регионального правительства. Ограничения действуют с 8 до 23 и распространяются на следующие населенные пункты. Винтай, Прибрежный, Пискалинский взвоз и Задельные. Однако в ресторанах общепита алкогольная продукция будет продаваться. Госдума приняла закон о создании специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Так, учебные заведения обязаны обеспечивать ребят учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, включая технические устройства ассистентов и переводчиков жестового языка. Предлагается создать комиссии при центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по выявлению детей с особенностями развития. Сегодня на Землю обрушилась магнитная буря умеренной силы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения. Ученые отметили, что геомагнитный шторм начался в 7 часов по самарскому времени. Магнитная буря хоть и незаметный, но серьезный фактор ухудшения состояния многих людей. В такие дни могут появляться головные боли, проблемы с сердцем и даже кровообращением. В связи с этим стоит снизить свою физическую активность и ограничиться легкими прогулками. Особенно важно соблюдать режим сна и употреблять в пищу больше полезных продуктов. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, когда ребенок должен покидать родительское гнездо и начинать жить самостоятельно. Чем раньше, тем лучше. Ну, потому что он более самостоятельный становится. Потому что мы мамочки всегда оберегаем своих детей. У меня двое детей, дочка рано уехала, стала более самостоятельная. А сын как-то больше с нами был. И вот тяжело от нас уходил. Ну, вообще, конечно, как институт закончил, пусть уезжает. Ну, лет 22-23. Он уже все-таки или где-то учится, или где-то работает. Работает и уже, ну, более-менее созрел так, для самостоятельной жизни. Но не раньше. Ну, лет с 16, уж с 15 или там, да можно, если уж необходимость будет. Я считаю, вот как по своему личному опыту, лет, наверное, в 16 уже можно. Я потому что на сборах ездила и уже приучалась там к самостоятельности, вот, и благодаря спорту. И вот сейчас очень помогает быть, ну, как бы в одиночестве находиться очень спокойно, уезжать на учебу и не зависеть от родителей. Поэтому я считаю, до 18 можно в 16-17 уже съезжать. Самостоятельно воспитанный в любом возрасте. Это все очень индивидуально. Все детки разные, но поповину надо отрывать вовремя. Родители должны отпустить ребенка. Ну, после 20-ти... 18 лет. Да, конечно, 18. Потому что взрослеет, и своя жизнь становится у нее. Завтра исполнится 44 года со дня смерти Владимира Высоцкого. Его не стало 25 июля 1980 года. Накануне памятной даты в Самарской библиотеке прошел бенефис, посвященный творчеству знаменитого Барда. Читателям прочли стихи поэта, они увидели фрагменты фильма с его участием. Подробности в нашем сюжете. Однажды вечером мы выходили из театра. После Гамлета. Мороз. На улице не души. Библиотекарь Александра Бублик каждый раз волнуется, когда читает книгу Марины Владе о Высоцком. Вспоминает, впервые услышала песни Барда, когда ей было 4 года. Сестры купили проигрыватель, а с ним и пластинку. Хриплый баритон исполнял песню про аборигенов и Кука. Но потом, чем больше я его слушала, тем больше я влюблялась в песни. И село. Я не знала, телевидение было. Ну, какое раньше было телевидение. И для меня Высоцкий очень долгое время был жив. Любила Высоцкого. Любила, люблю и буду любить всегда. Творчество Высоцкого, оно настолько многогранное, разнообразное. Голос его неповторимый. Сколько бы после Высоцкого ни пели, ни изображали, ни подражали, Высоцкий остался Высоцким. Талантливый и многогранный он был успешен во всем. Играл в театре, особенно удалась ему роль Гамлета. Снимался в кино. Образ Глеба Жеглова покорил не одно поколение. Писал как лирические песни, так и шуточные. В годовщину смерти поэта в библиотеке номер 9 провели бенефис. Читатели услышали записи песен Барда, его стихи, посмотрели отрывки из фильмов с Владимиром Высоцким. Сотрудники библиотеки говорят, дважды в год устраивают вечера памяти поэта в годовщину рождения и смерти. Я родилась почти за 10 лет до его ухода, поэтому все мое детство, учитывая особенности моих родителей, которые очень любили музыку, и мы жили в Москве на Таганской улице, все мое детство пропитано его творчеством. Я просто выросла на этих песнях, я пела их даже, когда не умела читать. Для самого Барда Куйбышев был знаковым городом. В 1967 году здесь прошли первые в СССР публичные концерты Владимира Высоцкого в государственных залах. До этого он выступал только в неофициальной обстановке. В день похорона артиста площадь перед театром на Таганке была переполнена народом. Люди даже вставали на крышу, чтобы проститься со своим кумиром. Виктория Шарая, Валерий Майоров, События. В Самаре открылся чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по парашютному спорту. В соревнованиях принимает участие 8 команд. В каждой 10 спортсменов. Среди них 5 мужчин и 5 женщин. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Ирина Кендеева первый раз прыгнула с парашютом в 16 лет и влюбилась в этот вид спорта. Сейчас ей 34. За это время девушка совершила 780 прыжков. Участвовала в разных соревнованиях по парашютному спорту. Рассказывает, на Самарский чемпионат приехала во второй раз. В прошлом году занять победное место не удалось, но в этот раз Ирина уверена, все получится благодаря упорным тренировкам. У нас был сбор. Несколько недель был сбор. Мы прыгали. Активно очень прыгали. Я думаю, что мы подготовились к этим соревнованиям. Сложнее, конечно, физически готовиться, потому что прыжки довольно-таки активные, особенно на тренировках. Подъемы очень ранние. Мы могли просыпаться в 3 утра, в 3.30 и ехать на прыжки. Особенно было жарко очень на тренировках, поэтому, да, тренировки были тяжелые. Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по парашютному спорту проводят в Самаре в пятый раз. В этом году участвуют 8 команд, в том числе Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ленинградского военного округа. В каждой команде 10 спортсменов, 5 мужчин и 5 женщин. Участников прежде всего ожидают желанные и желаемые прыжки, потому что все участники с удовольствием прыгают. Мы потому что прыгаем, прежде всего, ради удовольствия. Ну и это является нашей работой в том числе. На открытии чемпионата спортсменов приветствовал Александр Иванов, вице-президент Федерации парашютного спорта России. За свою карьеру Александр совершил 10 150 прыжков, а его команда на Самарском чемпионате всегда занимала первое место. Здесь прекрасная земля, хорошее гостеприимство, отличная база. Поэтому нам здесь очень нравится. Спасибо большое. Обязательно на следующий год опять приедем к вам. Соревнования будут проходить с 25 по 30 июля на аэродроме Кряж. В ходе чемпионата разыграют 44 награды и 8 кубков. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Штанга, гантели, силовые тренажеры. На площади Куйбышева проходит бесплатная тренировка в рамках спортивной акции «Самара в движении». Подробности расскажем далее. Житель Самары Артем Савин на тренировку попал случайно. Он пришел прогуляться по площади Куйбышева и увидел группу людей, активно поднимающих штангу. Недолго думая, решил присоединиться. Артем раз в неделю тренируется в спортзале. Теперь решил посещать и занятия на свежем воздухе. Говорит, удивительно и отрадно, что так много молодежи приобщается к спорту. Сегодня нагрузкой будем заниматься. Будем импровизировать. Я думаю, если еще будут такие подобные площадки по городу, это путь к успеху. Все лето в городе на четырех площадках, в парках имени Юрия Гагарина и 50-летие октября, на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска проходит акция «Самара в движении». Артем Лунов участвует в ней с прошлого года. Вот и этим летом не устоял перед искушением. Схожу сюда часто. Я тут живу рядом. Здесь все классно. Ее можно регулярно сделать себе вместо зала. Потому что сейчас лето, жарко. И в зале же потеешь, тяжело. А тут и на улице с ветерком, и висать как раз хорош. И даже, по-моему, боксерский мешок для счастья. Ну, что еще надо? Тренировки проходят под руководством профессиональных тренеров из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Я консультирую, тренирую, даю какие-то подсказки, упражнения. В первую очередь расминку все выполняют. Потом уже какие-то веса. Я себя вижу, что человек не готов поднять вес. Я ему не разрешаю этот вес брать. Каждый желающий, независимо от возраста и уровня физической подготовки, может присоединиться к ежедневным занятиям, которые проводятся с пяти до девяти вечера. Организатор акции «Самара в движении» Департамент физической культуры и спорта администрации «Самары». Занятия будут проходить до конца лета. Августина Охременко, Игорь Казановский. События. Крылья Совета в преддверии матча с Ростовом запускают акцию для тех, кто впервые оформляет карту болельщика. 22-летний форвард португальского клуба заключил долгосрочный контракт с клубом «Акрон». Баскетбольный клуб «Самары-2» сыграет в Кубке России. Смотрите нашу рубрику «Новости спорта». Футбольный клуб «Крылья Совета» в преддверии матча с Ростовом запускает акцию для тех, кто впервые оформляет карту болельщика. 24 июля можно оформить карту болельщика в МФЦ по адресу Дыбенко, 12В. А затем для получения билета на матч нужно обратиться к волонтеру в футболке «Крыльев Советов», который находится непосредственно в учреждении. 25 июля с 10 утра до 7 вечера карту болельщика можно оформить в МФЦ в микрорайоне «Крутые ключи» по адресу улицы Мира, 10 и получить билет на игру у волонтера «Крыльев». Кроме этого, при оформлении карты болельщика в день матча в мобильных пунктах МФЦ на стадионе можно также получить билет. Пункты МФЦ расположены у гейта номер 3 и начинают работу за 4 часа до начала матча. Встреча второго тура РПЛ пройдет 26 июля на Самароарене и начнется в 19.00. 22-летний форвард португальского Иштарила Жилсон Беншимол заключил долгосрочный контракт с футбольным клубом «Акрон», сообщает пресс-служба клуба. Беншимол делал свои первые футбольные шаги в португальском Демиэнсе. Его первой командой на профессиональном уровне стал Иштарил Праев, за которую он дебютировал в июле 2021 года в матче Кубка Португальской лиги. За конореек молодой форвард сыграл 12 матчей в премьер-лиге элитном дивизионе страны. Также на счету Жилсона 49 матчей за молодежную команду из Иштарила. 18 забитых мячей, 2 голевые передачи. С 5 по 15 августа в Башкортостане пройдет этап Кубка России 2024 по шахматам среди женщин «Мемориал Веры Пензиной». В нем примут участие самарские спортсменки. Соревнования пройдут в соответствии с календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». Контроль времени 90 минут плюс 30 секунд с первого хода. Призовой фонд 1 миллион рублей. Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата 2024-2025. Регулярный сезон стартует 21 сентября 2024 года и завершится 13 апреля 2025 года. Самара начнет третий для себя сезон в лиге 22 сентября с домашнего матча против «Уралмаша». Затем она сыграет на выезде с «Униксом» 26 сентября и МБА «МАИ» 2 октября. Календарь регулярного чемпионата единой лиги ВТБ 24-25 доступен на сайте лиги. В скором времени он будет выложен и на сайте клуба. Баскетбольный клуб «Самара-2» сыграет в Кубке России. Во вторник состоялась жеребьевка среди мужских команд. Самарский клуб в турнире представит молодежная команда. «Самара-2» начнет выступление с группового этапа, который пройдет в четырех группах. Самарцы сыграют в группе «Б», где их соперниками станут ЦСП «Химки» Московской области, Десна-Брянск и Аврора Санкт-Петербург. Матчи состоятся с 18 по 20 сентября. Победители групп сыграют в финале четырех третьего розыгрыша Кубка Тараканова. Матчи пройдут с 26 по 27 сентября. Обладатель Кубка Тараканова выйдет в 1-32 финала Кубка России. Финал четырех кубка пройдет с 14 по 16 марта 2025 года. Место его проведения будет определено после совершения четверть финалов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Новые меры поддержки, разработанные администрацией Самары, позволят привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационные выплаты носят заявительный характер и предоставляются в размере, фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты зарегистрированным в Самаре учителям можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Ждем мам в бизнесе, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района Самары. В Самарской области продолжается прием заявок на специальную образовательную программу для мам с детьми, которые хотят начать свое дело или уже стали предпринимателями. Подайте заявку до 15 августа, пройдите обучающий интенсив и представьте свой проект перед экспертным жюри. Победительница получит 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса и сможет побороться за 1 миллион рублей в федеральном этапе программы «Мама-предприниматель-2024». Сегодня состоялось заседание административной комиссии Красноглинского внутри городского района городского округа Самара, сообщает районная администрация в телеграм-канале. Было рассмотрено 15 протоколов об административных правонарушениях. Они касались размещения транспортных средств на газоне и нарушения закона о тишине. Выписаны штрафы. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok